МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале НИКО ТВ новости в студии Екатерина Киселева. Смотрите в нашем выпуске. О таком сюрпризе не мечтали. Воспитанники социального приюта получили необычные подарки. Электронная звонница, колокола, теперь могут звонить без звонаря. В надежде на победу юные калужане поборются за выход в финал первенства страны по волейболу. В Рождество не стало 12 наших коллег. В Париже двое неизвестных устроили стрельбу в редакции сатирического журнала Шарли Эбдо. Помимо погибших, 10 человек ранены, некоторые находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть и полицейские. Шарли Эбдо – это сатирическое издание, которое неоднократно публиковало карикатуры на пророка Мухаммеда. Редакционная политика издания не раз вызывала критику со стороны мусульман, а в адрес журналистов сыпались многочисленные угрозы. Сейчас в Париже находится журналист Полина Кравец. Она выходит с нами на связь. Полина, здравствуйте! Какие настроения сейчас среди парижан? Как они отнеслись к этой трагедии? Коллеги, добрый день! Да, так получилось, что во время моего отпуска во Франции здесь произошла трагедия. О ней мы узнали по телевизору утром, так же, как и в России, я включаю новости. И здесь все каналы, и центральные, и не центральные тоже, говорили о том, что в стране трагедия. Но мы не стали долго сидеть дома, отправились в город, и, на мое удивление, в городе паники совершенно не было. Даже в метро не было усиления полиции, мы нигде не встретили полицейских ни в городе, ни в подземке, ни возле общественного транспорта. Я сейчас вам хотела показать тот самый журнал, в редакции которого и произошел теракт. Это последний номер, который вышел перед Рождеством. В нем буквально очень вольно трактована история рождения Иисуса. Она выражена в форме комикса. Журнал спокойно продается во всех киосках. Я его купила за 7 евро. Он столько и стоит. В общем-то, он в довольно большом количестве. Он есть в наличии, в продаже. Полина, а средства массовой информации как-то успокаивают население? Сегодня утром здесь, в Париже, произошла еще одна трагедия. Расстреляли полицейского. Сразу все решили, что эти события связаны. Ну, вроде говорят, что они не связаны друг с другом. Успокоение населения здесь, я думаю, в огромном количестве развлекательных телевизионных шоу. Здесь их очень много, намного больше, чем в России. И сегодня уже по многим каналам они начали появляться. И я думаю, что здесь все будет уравновешено. И информация о трагедии, она будет уравновешена как раз всеми развлекательными шоу. В избирательной бюллетене возвращается графа «Против всех». Ее отменили на выборах всех уровней в 2006 году. Однако проголосовать «Против всех» можно будет только на выборах муниципальных депутатов и мэров. Изменения в выборном законодательстве ожидаются в связи с изменением правил госфинансирования партии, набравших на выборах в Госдуму более 3%. С нового года им будут в 2,5 раза увеличены выплаты из федеральной казны. Введение главы «Против всех» имеет положительное значение. Оно позволяет избирателям выразить протест против той процедуры, которая проходила до дня голосования. Когда выбраны были только угодные власти кандидаты, выразить протест, проголосовав, поставив галочку «Против всех». Горячая баня на правобережье. Около полуночи в селе Верховое загорелась деревянная постройка. Как уверяют свидетели, хозяин оставил дровяную печь без присмотра и ушел. Усмирить огонь удалось довольно быстро. Локализовать пламя смогли через 20 минут. Однако сама баня, скорее всего, восстановлению не подлежит. Подробности происшествия на месте устанавливают инспекторы пожарного надзора. Колокола зазвонят без звонаря. В храме мучеников Бориса и Глеба в Обнинске монтируют электронную звонницу. Это специальная компьютерная разработка, которая будет приводить в движение колокола, если нет возможности звонить вручную. В систему входит электронный блок, который подает электрические сигналы и приводит в действие рычаги. Они имитируют движение звонаря, регулируют силу и время удара. Подобное новшество уже нашло применение в храмах Москвы и Санкт-Петербурга, городах Сибири и Поволжья. В электронной памяти системы разнообразные звоны и благовесты. В данном комплекте здесь у нас до 25 мелодий, но может быть больше, может быть меньше. Спектр из 9, будет звучать 9 колоколов. Это вспомогательный инструмент, потому что не всегда звонарь, который пройдет обучение, может прийти. Не всегда он может исполнить свои обязанности, более в церкви, как правило, это все на добровольной основе. То есть зарплата не платится, поэтому пришел, не пришел. И всегда есть некоторая такая страховка, что можно включить кнопочку и звонить будет теме мелодии, которые заложены в программе. Однако у этого новшества есть как сторонники, так и противники. Хороший звонарь в церковной среде на вес золота. А для настоятелей малочисленных приходов таких людей найти сложно. Звониться будет универсальной, на ней сможет работать и человек. А пока такой специалист найдется, прихожан к службе будут призывать мастерские переливы электронной машины. Приятно напугали подарком или новогоднее поздравление с экстримом. Представители молодежного парламента и общественной организации «Оберег» поздравили воспитанников приюта «Мечта». Для детей подготовили не только сладости, но и множество конкурсов, а также небольшой экзотический подарок. Какой, расскажет Татьяна Зимушина. Праздники не закончились, а значит у мечты еще есть время, чтобы сбыться. О том, чего хотелось бы получить самый волшебный праздник, они писали в письмах и рисовали на открытках. И, как оказалось, не напрасно. Мне подарили сначала планшет. Я так радовался. Я даже не знала, что мне его подарят. Как в прошлом году мне рассказывали, что такие подарки как не дарили. А я сейчас просто удивился. Дед Мороз или щедрые гости уже исполнили многие пожелания. И сейчас дети больше ждали не подарков, а внимания или просто теплых слов. Мы любим, когда к нам приходят гости. Но лично я ожидаю просто веселой программы. Я спою вам сейчас свой маленький блюз. И не боюсь, что кому-то он может совсем не понравиться. Опасалась юная исполнительница зря. Маленький блюз понравился всем, а программа оказалась по-настоящему праздничной и увлекательной. Подарки стали дарить уже в самом начале мероприятия. Гости принесли каждому мягкое одеяло и один на всех большой экран для проектора. Каждый имеет право на счастье. Дети, у которых нет семьи, они меньше получают счастья. И мы планируем больше проводить акции, чтобы дарить им свое тепло, чтобы от нас они тоже это получали. Чтобы понимали, что они не одни, что у них есть поддержка, что у них есть старшие товарищи, кому они могут обратиться. Пройти традиционные творческие конкурсы воспитанникам приюта все-таки пришлось. Сначала подсказки нужно было искать в комнате, потом в спальне, а в завершении еще и на улице. На самом же деле подарки все это время лежали под елкой. И это оказалось не единственным сюрпризом. Эзотический гость с простым русским именем Алеша терпеливо позировал на камеры и полз на руки каждому смельчаку. Это абсолютно безопасно, уверял его хозяин. Змея спокойна и сыта, обедала только недавно, две недели назад. Кто боялся больше, питон детей или одни его, неизвестно. Но красивые фотографии получились у всех. Мне страшно, я боюсь ее. А можно погладить ее? Сейчас я увижу ее. А он все? О, бабочка! Мамочка! Этот Новый год для воспитанников стал действительно временем чудес и исполнения желаний. А вместе с этим еще и серьезным испытанием на смелость. Те же, кто не решился потрогать змею, не отчаялись. Раз это не символ года, бороться со страхом не обязательно. Счастья и так будет много. Татьяна Зимушина, Илья Хромов, телекомпания Ника ТВ. Наши корреспонденты подводят итоги минувшего года. Чем запомнился год лошади Андрею Степичеву и чего он ждет от года козы, узнаем из его итогового сюжета. Змея проползла довольно быстро, чего ожидать от лошади? Страшно и подумать. Ровно год верхом на коне и снова от скоростей происходящего захватывает дух. 2014-й пролетел так, как ни один астролог не предсказал бы, хотя попытки сделать это были. У меня уже есть слово Андрей в этом. Андрей С. С. В этом сюжете о гороскопах частности и астрологии вообще так и не удалось заглянуть в будущее и узнать не то, что о курсе доллара к концу года, а хотя бы прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Желание взглянуть хоть и в мутное, но в будущее преодолеть практически невозможно. Будущее оказалось больше непредсказуемым, чем мутным. Вот кто ожидал, что Крым вдруг снова станет российским, а что до меня, то я уж точно туда не собирался выполнять редакционное задание. Но все вышло так, как вышло. Красноперекопский район, да и весь Крым в целом сейчас живет с ощущением того, что им очень сильно повезло. Калужская область взяла шефство над Красноперекопским районом Крыма и это стало поводом для того, чтобы провести сравнительный журналистский анализ ситуации до и после. Единственное, что пришлось, это только портрет Путина повесить. Все остальное, это как было, так и есть. Помимо портретов в кабинетах, изменились у крымчан и планы на будущее. Вот экстремал Алексей еще недавно собирался ехать в Киев и работать на стройке, но теперь решил получать высшее образование в Москве. Все мы очень рады, что стали Россией. Не знаю почему, но Россия это все-таки лучше, чем Украина на много раз. После крымских рабочих каникул началась обычная репортерская жизнь с периодическим погружением в различные местные проблемы. Это сюжет о возможном переносе Балабановского рынка и тех подводных камнях, которые с этим процессом связаны. Здесь похоронена идея развлекательного центра, бассейна и детского сада. Теперь вот на очереди рынок. А это уже безуспешные попытки найти воду в деревне Жирело. Сухо, как в пустыне. Воды в резервуаре нет уже несколько месяцев и, судя по всему, она вряд ли когда-нибудь здесь появится. Тема засухи вообще в этом году возникала несколько раз. В регионе из-за жары летом был объявлен высокий уровень пожарной опасности, а потому и те, кто не дал ситуации перерасти в чрезвычайную, логично стали героями огромного количества репортажей. Здесь чем сложность? То, что видно радиально. Понимаете, вот я вижу. А вот именно конкретно очаг типа глонасса сверху, трудно подчас бывает. Тут определить. Несознательные туристы – главная, но не единственная проблема тех, кто ежедневно ведет борьбу с огнем. Проблем добавляет и железная дорога. Продолжал сход среди трехвагонных пассажирского поезда. Учения на станции Калуга-1 были лично для меня самым зажигательным событием года. Это здесь с виду все мирно и спокойно по сценарию же учения. Тут настоящий ад. А вот подрыв нескольких снарядов в Борятинском районе – явный претендент на звание самого эффектного с операторской точки зрения. Страшно тебе? Да, а тебе? Нет, я спрятался. Занять укрытие. Подрывная. Огонь! Давай смотри, смотри, смотри. Для оператора Никиты это было только начало эмоционально-визуальных потрясений. Уже совсем скоро, сразу после крепкого сна, его ждало эпическое сражение против насекомых. Совсем не смешно, блин. Никита, никто не смеется. Это серьезная у нас работа. Слушай, не хочу. Он поле больше не поет никогда. И тут без жертв не обошлось. Причем пострадал и сам Никита, и те, кто его атаковали. Просто не такой уж и большой. Огромный. Знакомство с теми, кто делает телевидение, но при этом остается в тени, продолжилось уже в ходе большого марафона на телеканале Ника. Целый день прямых эфиров по случаю профессионального праздника телевизионщиков в одном гигантском сюжете о том, как все это делается. Происходит это довольно просто, но не без определенной магии. Антон берет картинку со всеми ее недостатками и делает в результате то, что потом будет не стыдно показать на весь регион и даже страну. В череде ежедневных репортажей случилось в этом году и несколько больших материалов. Первый был проблемным и со специфическим ароматом. Мусор как источник журналистского вдохновения. В ближайшие несколько минут в эфире телеканала Ника ТВ. Полчаса разного мусора в эфире и несколько недель погружения в тему отходов Калужской области. Чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, пришлось изучать опыт других регионов и научиться разбираться в сортах того, что уже никому не нужно. Мусор Петербурга, несмотря на всю культурность северной столицы, от Калужского мало чем отличается. Вторым крупномасштабным полотном года для меня стал фильм о беженцах. Он получил название «Неваляшки», но ничего игрушечного в нем не было. Настоящие трагедии и невыдуманные истории тех, кто бежал от войны и здесь нашел свое спасение. Простая и в то же время уникальная игрушка для детей, в которой и взрослый может разглядеть глубокий смысл. Неваляшку можно лишить равновесия, но заставить ее упасть и не подняться практически невозможно. Праздники, проблемы, достижения и неудачи. Год для журналиста – это целая палитра самых разных эмоций. И тут главное – на каком-нибудь очередном заседании на очень важную тему не сойти с ума и увидеть тот смысл, из которого потом можно будет сделать маленькое кино для большой такой телекомпании. Благодаря своей воле, стойкости и терпению. Калуга свой день рождения встречает без дождя и в хорошем настроении. Зеленый, полосатый, наверняка даже красный внутри. Арбуз – как самая загадочная ягода. Это самая холодная женщина, которую я видел на этом празднике. И вот так вот грустить, глядя в календарь. День взятия Бастилии. Пустую прошел. Этот год был разным, не всегда простым, но уж точно динамичным. Чтобы в следующем было, что брать в такой же сюжет, скажу уже дежурную фразу. Лошадь пролетела быстро, чего ждать от деревянной козы непонятно. Андрей Степичев, Никита Покусанный мухами богадов, телекомпания Ника ТВ. В спортивном комплексе «Вымпел» стартовал полуфинал первенства России среди команд 2000 года рождения по волейболу. За три путевки в финал поспорят коллективы из Калуги, Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Твери, Иваново и Тула. Наша команда удачно начала турнир. В первом сете сильнее были волейболисты из Воронежской области, после чего калужане перехватили инициативу, добившись успеха в трех последующих партиях. Сегодня в 16 часов 15 минут в спортивном комплексе «Вымпел» калужане сыграют с коллективом из Северной столицы. Наша команда уже достигла определенного успеха, что попала в эту восьмерку полуфинальную. Это уже очень приятно и достойно, потому что Олег Артемьев, он работает всего 4 года и добился такого большого результата. Ну а сейчас обыграли приличную команду «Воронеж», вы видели, она давит более мощная, более сильная, накаченная. Но тем не менее 3-1, это великолепно. Я думаю, если так дальше пойдет, то мы можем неожиданно и ворваться в тройку. Что даст право, участвуют в финале 16-ти сильнейших команд страны. И на этом пока все. Я и мои коллеги подведем итоги этого дня в 19.30. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok